Всем привет! Сегодня у нас с вами очередная распаковка. Как вы поняли из названия у нас тут сумочка наплечная. Моя сумочка наплечная совсем уже истрепалась. Хотел купить новую, посмотрел цены у нас на базаре. Мне грустно стало от этих цен и я решил все-таки купить в Китае. И вот дело сделано. Купил, оплатил и уже получил. Добиралась посылочка долго, 35 дней. Я считаю это долго, потому что обычно посылки идут две недели. Получается у нас больше месяца. У продавца три размера. Это средний размер. У него есть еще маленькие сумки и большие сумки. Отличается размером, но у продавца все указано в сантиметрах, где, как, что, какой размер и цены там от 11 долларов до 19. Вот эту сумочку я покупал за 16,80. И еще у продавца выбор. Можно в такой ориентации купить, можно в такой ориентации купить. То есть выбор достаточно большой. Сумки эти я смотрю очень популярны, потому что у продавца на сегодняшний день я вижу больше тысячи продаж. 1029 продаж и все отписавшиеся признают, что сумки действительно классные. мне нравится. Сумка у нас вот такая этикетка. Гонконг. Материал у нее не вон. Это очень хорошо, так как сам материал достаточно прочный. Тут он 5 звезд, 5-дюймовый телефон. Сюда входит на молнии. Интересно, телефон влезет? Да, 5-дюймовый телефон сюда входит в спокойно. Ну это она помята, это разработается. Сейчас разровняется. То есть телефончик влезет. Это радует. И закрывается. Тут у нас еще одно отделение. Достаточно вместительное. Видите? Очень удобное отделение. хорошее. И основное, самое большое отделение. Ремешок через плечо. Очень большое, вместительное. Здесь у нас и имеется вот такой маленький карманчик. Скажем, тот же телефон положить. Помещается-то помещается, но по длине у меня не помещается. Если у вас телефон где-то 4 дюйма, 4 дюйма влезет. 5-дюймовый уже так вот. Так, и еще вот на молнии внутренний кармашек. Тоже у нас на змейке, но паспорт сюда не влезет. Такое, что там документы, какие-то денежки может быть подложить. Тоже у нас наклеечка. То есть сумка такая. Достойная, я вам скажу. Очень достойная. Прошита на заклепках. Не порвется. Посмотрим, как она будет служить. Что с ней будет через годик. Но, оба. Видите, вот. Большое отделение, поменьше отделение и еще поменьше отделение. Вот это. То есть размеры такие нормальные. Сумочка достаточно вместительная. Очень много чего можно положить. Пристегнуть. Даже. Вот такая. Приятная сумка. Мне действительно нравится. Если вы ищете сумочку, но обратите внимание, я могу ее рекомендовать. Карабинчики здесь сделаны тоже удачно. Соскакивать не будет, потому что извечная проблема в таких сумках, это в эти места. Когда делают полукруги, он постоянно вот так вот сходит и уже получается так некрасиво. Это вот моя старая сумка, которая уже совсем прохудилась. Вот. Видите, аж внутри дырки. Это отделение для мелочи. Вот здесь в ремешке с этим значительно все лучше, проще. Он прошито. То есть это уже не будет так соскакивать. Не, класс. Сумочку рекомендую. Ссылочка будет под видео. Выходите. Смотрите. Покупайте. Пока. В прошлом моем видео по кошельку несколько человек отписались, что отделения для мелочи нету. Это минус. Ну вот, ребята, показывай. Вот я сходил в магазин сегодня. Вот у меня такая жменя мелочи. Это с одного похода в магазин. И в принципе так всегда. Ее отдаешь, тебе ее опять возвращают. Только избавился, зашел куда-то в автобус, в маршрутку. И это еще маленькая кочка, обычно она бывает больше. И тут нету 10 рублей, я их уже вытащил, потому что я их в копилку кидаю. То есть, как бы, кочка это побольше. Ну и в какое отделение оно тут может влезть? Да ни в какое. Оно туда просто не поместится, если бы даже оно было. А если бы и поместилось, то это было бы уже вот так и кошелек не закрыть. Поэтому, ну, когда мы были в Украине, да, там монет как бы мало, действительно мало. И отделение для мелочи было актуально. А в России с монетами все намного лучше. Металла здесь много, монет много, на сдачу дают их много. Поэтому я лично делаю вот так. Использую для этого сумку. Ну, либо там задний карман джинсов. Вот и все. Вот такой вот. Продолжение следует...